Планировка пляжей – это обычная мировая практика, подчеркивает Пахомов. И разравнивать гальку обязаны все курортные города. Бугров, а тем более крупных камней, здесь быть не должно. Всё это доставляет дискомфорт отдыхающим. Вот эти глыбы, их не должно быть. Это нестандартные уже пляжи. Вы это понимаете? Мы сегодня пляжные территории, которые получают голубые флаги. Это значит, что мы несем ещё и ответственность. Кроме того, что есть у нас почётно их получать, у нас огромная ответственность. Объяснять преимущества планировки главе города пришлось на каждом пляже, которыми в Амеретинке управляют близлежащие отели. Если вы хотите, чтобы галька там была всё время, значит, пляж должен быть ровный, на уровне воды. Если этого не будет, вы сами создаёте условия, когда у вас отмывают. Учитывается данная работа и при присвоении мировыми экологическими организациями почётной награды «Голубой флаг». Выдаётся он за лучшую пляжную территорию. В Амеретинке развивается целых два голубых флага. Поэтому соответствовать высоким стандартам качества здесь обязаны вдвойне. Но, как оказалось, выполнять свои обязательства арендаторам пляжей мешает Росприроднадзор, руководствуясь тем, что планировка с помощью техники – это нарушение природоохранного законодательства. Алгоритм работы решил выстроить глава города. Я думаю, что мы между федеральными властями и муниципальными установим взаимодействие. И думаю, что контрольные органы не будут мешать нашим предпринимателям оказывать качественные услуги. А в целом мы с вами видим, что сегодня наши пляжные территории выглядят не хуже, а иногда и значительно лучше, чем те же пляжи Испании. Того же мнения и сами отдыхающие курортники, неразочарованные южной столицей, настроены проводить свои отпуска только в Сочи. Мы просто, когда приехали вначале, не было дорожек еще. А сейчас вот сделали дорожки и коляски, удобно проезжать. Всем довольны. Все хорошо. Мор теплый, люди хорошие. Чисто, самое главное. Вода чистая, вообще шикарно. Вы знаете, нам очень понравилось. Нет отбойников вот этих вот бетонных. Пляж чистый, море хорошее, люди хорошие. Спасибо за вашу теплый прием. Мы всем довольны. Совсем скоро в Эмеретинке для отдыхающих откроется еще один знаковый объект – светомузыкальный фонтан на набережной. Открытие намечено на 29 июня. Мэр же вернется на эти пляжи с повторной инспекцией уже 10 июня. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. Телекомпания ФКТ.